Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ в студии Аси Климова. И сегодня главные темы. Снова в школу в Серпухове отметили День знаний. Серпуховский полицейский стал победителем чемпионата России по пауэрлифтингу. Дурно пахнет, жители деревни Вантиново стали заложниками частной свалки. Первый звонок. Тысячи школьников Серпухова сегодня отметили День знаний. Торжественные линейки прошли во всех общеобразовательных учреждениях. Более полутора тысяч учеников впервые сели за парты. Во многих классах уже состоялись первые уроки. В этот день поздравляют не только детей и родителей, но и педагогов. Многие из них встречают новый учебный год с серьезными достижениями. Как Серпухов отпраздновал 1 сентября, смотрите в нашем материале. Дневники, тетради и пенал. Главный набор дня. Маленький Матвей собирал портфель с самого вечера. К своему первому дню в школе готовился особенно тщательно. Мама мальчика, признается, собирались на праздник всей семьей. Волнуемся, переживаем, но верим, что сможет. И для нас это сегодня праздник. Портфель приготовлен, уже два месяца лежит, готовый. Стол подготовлен, тетради, пенал, ручки, карандаши, все готово. Школа номер 12 отмечает 1 сентября, как всегда, с размахом на большой площади. 1030 учеников, 130 из них сегодня впервые сядут за парты. Родители и дети с нетерпением ждут торжественной линейки с началом учебного года. Всех собравшихся поздравляют представители администрации города и, конечно, директор школы. Для педагогов этот день означает начало учебного года, когда произойдет много различных событий, впереди большое количество работы, как для детей, так и для учителей. Поэтому хотелось бы пожелать терпения детям, новых достижений, желания стремиться к чему-то новому и достигать прекрасных высот. Я хочу пожелать всем ученикам нашей школы огромных успехов в учебе, отличных отметок, верных друзей, невероятной радости и блестящих побед. В этом году директору школы номер 12 есть чем гордиться. Учреждение в числе лучших в Московской области. Ольга Зендрикова вошла в зеленую зону рейтинга, определяющего самые успешные перспективные муниципально-общеобразовательные учебные заведения. Этот рейтинг проводился на основе показателей за 2016-2017 учебный год. И критериями были такие, как портфолио руководителя, команды и кадры, результаты итоговой аттестации, результаты ЕГЭ, информатизация образовательного процесса, вовлечение родителей и реализация дополнительного образования. И по сумме баллов каждый директор попал в определенную зону – красную, желтую или зеленую. Так как школа показала очень хорошие высокие достижения за этот год, мы попали в зеленую зону. Важная и кульминационная часть праздника – долгожданный первый звонок. Его с нетерпением ждут и первоклассники, и будущие выпускники. Ведь именно этот звонок означает начало нового учебного года. Праздничные линейки в Серпухове начались уже с 9 утра. На всех школах состоялись первые открытые уроки. Сегодня за партой сельи более 13 тысяч учеников. Впереди у них большое ответственное путешествие в мир знаний. Полицейский из Серпухова выиграл сразу три золотые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу. Спортсмен выступил в возрастной группе 40-44 года и в открытой весовой категории до 110 килограмм. Выжив без экипировки и штангу, Денис Пузырев, опередив соперника из Брянска, стал абсолютным победителем турнира. О рабочих буднях и тренировках майора-чемпиона смотрите в сюжете Лены Киселевой. На помощь приглашается Пузырев Денис, мастер спорта России. Звание абсолютного победителя – это результат многолетней ежедневной работы в спортзале. Денис Пузырев – старый боец. Серебряный призер среди ветеранов на чемпионате Европы этого года. Но завоеванные награды на чемпионате России ему особенно дороги. Победа далась опытному спортсмену в серьезной конкуренции. В чемпионате приняли участие более 230 человек. В конце был соперник, который моложе меня, и вес у него на полтора килограмма меньше. Он заказал такой же вес, как и я. И если бы он пожал, он бы автоматом перешел на первое место. Но, к сожалению, технические ошибки, мы попытку не засчитали. Хотя было много споров, криков. Но судьи остались непреклонными. Вот в итоге я первое место занял. Потому что моя попытка была четко засчитана. Денис Пузырев занимается спортом с детства, но считает, что высоких достижений сумел добиться только благодаря хорошему тренеру. Два последних года с ним отрабатывает технику силовой подготовки мастер спорта по пауэрлифтингу Александр Груднев. Это результат его старания и наших совместных усилий. Того тренировочного плана, который я ему даю, он выполняет полностью. И вот уже в итоге получает такой результат. Наставник Дениса Пузырева считает своего подопечного человеком целеустремленным, умеющим ставить перед собой цели и добиваться их. Три раза в неделю по полтора часа Денис Пузырев отдает тренировкам. Бывший ОМОНовец, ныне сотрудник полиции, считает, что без физической подготовки в его профессии не обойтись. Без физической подготовки никуда, потому что бывают ситуации, где нужна именно выносливость, физическая сила. Майор полиции Денис Пузырев входит в состав команды «Олимп». В общем зачете на чемпионате России по пауэрлифтингу команда заняла третье место. Сейчас спортивный коллектив готовится к большим соревнованиям. Международный кубок мира пройдет в Москве с 16 по 19 ноября. Содержание прилегающей территории промышленных предприятий и организаций города обсудили в администрации. Накануне заседания специальная комиссия в рамках антимусорного рейда акции «Свинья» обследовала участки вблизи промышленных предприятий города. Итоги рейда, соответствующие замечаниями, миронаказания за надлежащее состояние территории озвучила председатель комитета по благоустройству Татьяна Халтобина. По этим рейдам уже на 26 тысяч мы провели протокол, составили на жителей, которые несанкционерно сбрасывали мусор. Устранить выявленные комиссии недочеты и нарушения предприниматели смогут в рамках традиционных городских субботников, которые состоятся 9 и 16 сентября. Напомним, что за ненадлежащее содержание территории кодексом административных правонарушений в Московской области предусмотрены штрафы от 50 до 300 тысяч рублей. Жители деревни Ивантинова Серпуховского района вместо свежего воздуха вынуждены дышать запахом промышленных отходов. Владелец одного из участков устроил рядом с домами настоящую свалку. Никакие меры на злостного нарушителя, по словам людей, не действуют. Почему, выяснял наш корреспондент. Мечту о большом доме в деревне многодетная семья Кругловых осуществила в прошлом году. Однако радость переселения из столицы вскоре была омрачена. В июне на соседний земельный участок по утрам стали приезжать мусоровозы и самосвалы. Машины разгружали какую-то вязкую массу с неприятным запахом. Запах, который по утрам... Смысл, ради чего мы переехали из Москвы, не понятен становится. Мы переехали на землю. Вообще, это самое главное. А когда в эту землю начинает сбрасываться то, что жутко воняет, и то, что, наверное, убивает землю, это, конечно, во-первых, для нас это ужасно, и для земли, и вообще, наверное, это непорядочно, и этого делать нельзя никому. Огромные машины на заброшенный земельный участок приезжали регулярно, и вскоре он покрылся толстым слоем некой желто-коричневой массы. Появились здесь и огромные полчища мух, а самое ужасное, что воздух деревни испортился. Вдыхать гниль, исходящую от превращенного в свалку участка, обитателям Ивантинова показалось небезопасно. Люди забеспокоились и стали выяснять, кто же им так насолил. Подходили к водителям, они показывают транспортную накладную, в которой написано, что это отходы производства данного. Ссылается, что это в качестве удобрений, но когда в течение двух месяцев сваливается по 2-3 маза, грузоподъемность до 10 тонн, это сколько? 200 мазов за два месяца. Это уже не удобрение участка, это свалка удобрений. Письма жителей в разные инстанции, начиная от чиновников Серпуховского района до Министерства экологии и природопользования Московской области, оказались небезуспешными. Настойчивым жителям удалось узнать, что владелец злополучного участка в 25 соток – депутат Серпуховского районного совета Татьяна Киселева. И вместо того, чтобы проявлять заботу и улучшать жизнь своим избирателям, она наоборот делает ее невыносимой. Вывоз этих промышленных отходов осуществляла специализированная компания «Жилком Прогресс». Генеральным директором является Киселев Александр, сын владельца участка. Кто в этом имеет интерес? Я думаю, что органы прокуратуры разберутся, дан он ли, Киселева ли, ее или сын. Когда здесь до полутора метров было этой жижи, ясно, что на этой земле дом не поставишь. Она жидкая. Сейчас они присыпали, здесь можно провалиться. Если зайти, можно вот так вот провалиться в эту жижу. Никто дом не ставит на удобрения. Обращение надзорной органы результаты принесли. К концу лета на участке появились машины с грунтом и песком. И, как говорят жители, они пытались прикрыть следы преступления. Засыпали дурно пахнущие промышленные отходы. Прикрыть-то прикрыли, но от этого ситуация ненамного улучшилась. Я думаю, что это все-таки замаскированная как бы деятельность. Да, мы пока не можем оценить вредность, но вот... Ну, запах доставляет. Запах нам очень не нравится, да. И там вода как бы не устраивает жителей в колодцах. У нас здесь колодец, и мы не понимаем, как вот эти отходы, которые пошли в землю, они пойдут в грунтовые воды, и как это отразится на нашей воде, которую мы пьем. Понимаете, мы не покупаем никакую воду в магазинах, потому что у нас есть свой колодец, и мы хотим пить эту воду. Можно ли пить ее после того, как там устроили это? Ну, наверное, надо вызывать опять кого-то, службы. Экспертизу, да. Да, экспертизу делать. И хочется утром выйти и дышать воздухом, а не дышать такой отравой. Люди боятся, что весной вместе с талыми водами едва прикрытые отходы потекут в реку Нару. Она здесь буквально в 100 метрах от домов жителей. Очень беспокоит бездействие местных органов власти, конкретно администрации Серпуховского района. Значит, 4 июля они нам пишут, что проведено обследование и выявлено следующее нарушение, что на этом участке, о котором мы сегодня говорим, устроена свалка отходов, распространяющая неприятный запах. Подпись Филатова, первый заместитель руководителя администрации Серпуховского муниципального района. Филатова подписывает 30 августа ответ, что проведена внеплановая проверка в отношении данного земельного участка. Со слов собственницы, на земельный участок завезено органическое удобрение в качестве улучшения плодородия почвы. Ну, нас такая позиция администрации крайне не устраивает. Появление несанкционированной свалки на участке люди объясняют тем, что в это время в Чеховском районе стало проблемно вывозить мусор. И поэтому некие предприимчивые сотрудники жилком прогресса, один из которых сын депутата районного совета Татьяны Киселевой, решили немного улучшить свой семейный бюджет. Но почему из-за этого должны страдать жители деревни? Данный сюжет просим считать официальным обращением в Серпуховскую прокуратуру. Как выбрать банк для денежного вклада из огромного количества предложений? Специалисты рекомендуют доверять свои средства только проверенной финансовой организации. Банк Возрождения – один из самых надежных и открытых партнеров. Информация на сайте о финансовой деятельности, отчетности решения совета директоров рассказывает о положении банка лучше всякой рекламы. О том, почему нужно выбирать для вклада Возрождения, смотрите в нашем сюжете. Банк Возрождения. Надежный выбор для клиента. Занимает стабильное положение и неизменно пользуется популярностью и доверием у клиентов. Здесь получают зарплату, берут кредиты и делают вклады. Я выбрала ставку по вкладу, потому что она довольно-таки приличная. И этот банк давно существует, поэтому меня это все устраивает. В Банке Возрождения предлагают ряд выгодных предложений по вкладам. Максимально высокую ставку вы получите в случае размещения депозита на три месяца. По вкладу «Мой доход» ставка составит 8,05% годовых. Интересная опция есть для пенсионеров. К ставке по вкладу прибавляется 0,25%. Если у вас еще нет вклада в банке, то сейчас самое время его открыть. Нужно понимать, что максимальные ставки по вкладам были в кризис. Сейчас идет повсеместное снижение ставок. Поэтому не упустите свой момент и откройте вклад сегодня. Выбрать вклад и просчитать полученную выгоду на калькуляторе можно самостоятельно на официальном сайте. Или сделать это в офисе Банка Возрождения в центральном офисе на улице Горького, 3Б. Для оформления вклада необходим только паспорт. На сегодня это все. Сразу после новостей прогноз погоды не забывайте. Мои сети интернет на нашем сайте от tvmedia.ru, в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме и на официальном сайте администрации города. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!